Это самое жаркое место на Земле. Но если судить по температуре воздуха, 10 июля 1913 года она достигла пугающих и рекордных 56 градусов Цельсия. Неудивительно, что люди называют это место Долиной Смерти. Это самая низкая точка во всей Северной Америке, расположенная на 86 метров ниже уровня моря. Приехав сюда в первый раз, вы можете подумать, что вас внезапно окружили льды. Но действительно ли это замерзшая вода? Не дайте себя обмануть, на самом деле это соль. Когда дождевая вода здесь встречается с минералами, внешний слой горных пород растворяется. После испарения воды остается только соль. Если вы любите воду, это не лучшее место для вас, поскольку дожди в Долине Смерти идут редко. Настолько редко, что в среднем здесь выпадает менее 5 сантиметров осадков в год. Это делает Долину Смерти самым сухим местом не только в США, но и во всей Северной Америке. В 1929 и 1953 годах здесь не выпало ни капли дождя за целый год. Этот сюрреалистический пейзаж становится еще более поразительным, когда вы видите песчаные дюны. Они составляют лишь небольшую часть Долины Смерти, но это один из самых запоминающихся видов. Высота некоторых из дюн превышает 200 метров. Если вы когда-нибудь доберетесь до вершины дюны, вам посчастливится познать одну из самых странных вещей в пустыне – поющие пески. Почему это происходит? Действительно ли песок издает этот звук или причина в чем-то другом? Короткий ответ – мы еще не до конца поняли это явление. Одно из объяснений заключается в том, что когда песок скользит по дюнам, отдельные песчинки трутся друг о друга и издают звук, который напоминает шум летящего вдалеке самолета. Это одно из немногих мест на Земле, где песок издает настолько громкий шум, что его действительно можно услышать. Другие места – пустыня Намиб в Африке или лающие пески на Гавайях. Если вы думаете, что в этом фантастическом месте не может быть ничего более странного, я вас удивлю. Некоторые камни здесь словно двигаются сами по себе. Быть может, их толкают животные? Ведь в долине обитает знаменитый дорожный бегун или калифорнийская земляная кукушка. Эта птица ростом менее 60 сантиметров и весом 2 килограмма. Одно из живущих здесь существ. Она приспособила температуру своего тела, чтобы выживать в условиях сильной дневной жары. Но, пожалуй, дело все-таки не в дорожном бегуне. Он слишком мал, чтобы вызвать такие последствия. Кроме того, похоже, камни вообще ничто не толкает. След, который они оставляют за собой, слишком выдающийся. Может, следует винить ветры? Это объяснение тоже не подходит, поскольку некоторые из этих камней настолько велики, что их точно невозможно сдуть. Они могут весить до 320 килограммов и при этом преодолевать расстояние в 500 метров. В таком случае, возможно, в составе этих камней есть что-то такое, что помогает им двигаться, когда им вздумается. Вдруг они сделаны из особого материала? Ученые были так же разочарованы, как вы сейчас, когда проверили эту теорию. В составе камней нет ничего уникального. Это обычные камни, состоящие в основном из доломита и гранита. Раньше они были частью скал и обнаженных пород, а потом просто отвалились. В общем, движение скал интриговало исследователей с тех пор, как они были обнаружены в начале 20 века. Еще более любопытно то, что траектории различаются в зависимости от формы камней. Камни с шероховатым основанием оставляют прямые следы, а камни с гладким основанием движутся более хаотично. Исследователи использовали разные способы, чтобы разобраться в движении этих камней. Например, они устанавливали в долине видеокамеры. Они также создали в этом месте специальную метеорологическую станцию и даже поместили на некоторые из булыжников устройство GPS-слежения. Есть и другой вопрос. Почему некоторые камни движутся вместе? Независимо от формы и размера, некоторые из них оставляют параллельные следы. Кажется, что они следуют в одном направлении, совершая одни и те же повороты и изгибы во время движения. Не похоже на совпадение, не так ли? Только в 2014 году ученым удалось заснять движение камней. До этого момента никто не видел, чтобы эти булыжники двигались. Людям приходилось довольствоваться следами. С помощью таймлапс фотографии, что по сути означает съемку одного и того же кадра в течение некоторого времени, а затем воспроизведение его как фильма, ученые наконец обнаружили, что стоит за движением камней. Так что же это связано с животными или с ветром? Или камни по пустынному ландшафту толкает какая-то загадочная сила? Ответ проще, чем вы думаете. Все сводится к сочетанию осадков, резких изменений температуры и порывов ветра. Проще говоря, когда в долине идет дождь, она иногда замерзает и становится похожей на гигантский каток. Некоторые камни вмерзают в лед. Когда температура повышается и лед начинает таять, части ледяного покрова начинают медленно двигаться, увлекая за собой камни. Так возникает движение камней и оставляемые ими следы. Поскольку вода делает землю под камнями мягкой и скользкой, последним становится легче двигаться вместе с ледяным покровом. Когда лед тает, вода испаряется, не оставляя никаких намеков на то, что произошло на самом деле. Следы, оставленные камнями, застывают под воздействием солнечного тепла и создается впечатление, что камни двигались сами по себе. Ученым было трудно разгадать эту загадку, поскольку ледяной покров, который помогает этим породам двигаться, очень-очень тонкий. При достаточно большой поверхности он быстро испаряется, не оставляя после себя никаких признаков. И, кстати, для пугающего названия долины в ней обитает слишком много живых существ. Там есть даже рыбы. Рыбы в пустыне. Серьезно? Что ж, существует шесть видов рыб, которые могут выжить там, несмотря на соленую воду и сложные условия. Одна из таких стойких рыб – дьявольский корпозубик. Она живет только в одном маленьком пещерном озере, в воде, температура которой поднимается до 34 градусов Цельсия. Из-за температуры и концентрации кислорода там не могут выжить другие виды рыб. Кроме рыб, в долине смерти обитает более 50 видов млекопитающих и даже несколько видов рептилий. Здесь можно встретить таких животных, как койоты, лисицы, рыси и пумы. Из более мелких видов животных вы сможете увидеть кроликов, белок, летучих мышей, черепах, крыс и полевок. Некоторым из них пришлось приспосабливаться к суровым условиям, и они придумали действительно креативные решения. Например, чернохвостый заяц. Он использует свои огромные уши, чтобы охлаждаться во время невыносимой летней жары. У кенгуровых крыс есть своя хитрость. Они могут выживать практически без воды. Как? Они получают всю необходимую воду из пищи. Другие существа, например, черепахи, впадают в спячку. До 9 месяцев в году они отдыхают, чтобы защитить себя от экстремальных условий пустыни.